В минувшие выходные состоялось ежегодное первенство города по ушу. Это соревнования, в которых спортсмены показывают свое владение основными дисциплинами. Они профилируются как обязательное направление ушу. Каждый спортсмен выполняет три вида, которые входят в многоборье. Один вид без оружия, то есть там идет вид цуаньшу, который они выполняют, там на выбор идет либо стильчан цуань, либо нань цуань, либо тайзи цуань, то есть без оружия направление. Другое с коротким оружием, куда входят варианты мечей три вида. И также длинное оружие, куда входят варианты палок и копья. Ушу – это традиционная китайская система единоборств, которая объединяет и боевые искусства, и комплексы гимнастических упражнений. В ушу таолу применяется тактика так называемого боя с тенью – схватки с воображаемым противником. В ушу ивановцев привлекает сочетание пластики и резкости движений. Правда, с возрастом количество ушуистов уменьшается. Не хватает юниоров. Наибольшее число спортсменов, рассказывают тренеры, представители младшей возрастной группы. В основном это дети, ну скажем так, чуть старше, чем начальная школа. То есть есть несколько возрастных групп. Если самые маленькие – это дети до 7 лет, то вот как раз вот группа 8-10 лет, самая, наверное, насыщенная, как раз вот сегодня в первый день проводятся у них соревнования. Чтобы подготовиться к соревнованиям такого уровня, спортсмену нужно много времени и упорства. Несмотря на юный возраст, большинство участников занимается восточными единоборствами не первый год. Я решил заниматься в ушу, потому что я не умел драться и хотел постоять за себя. Я пошел заниматься в ушу и начал понимать все. Я буду в стиле 32-ю выступать. А что там нужно? Там есть всякие удары кулаками, ладонями всякими, ногами есть, припрыжка. На соревнования приехали спортсмены из Нижегородской, Костромской и Ярославской областей. Среди участников старшей возрастной группы есть и победители соревнований всероссийского и мирового уровней. Отвоевать победу у таких соперников совсем непросто.